Начало декабря традиционно отмечается как декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 года отмечается 3 декабря. Декада инвалидов проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, защите их достоинства и благополучия, а также к полному и равному соблюдению прав человека и участию инвалидов в жизни общества. В Славянском районе по уже сложившейся традиции в зале городского дома культуры прошло торжественное мероприятие «Пусть будет жизнь прекрасна», посвященное Международному дню инвалидов. Его участниками стали члены районного общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, глухих, районного совета ветеранов, жителей города и сельских поселений. Земляков поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Мы с вами общаемся, встречаемся, думаем о том, что все мы, наверное, разные, но все мы обязаны достойно жить, чтобы у нас у всех были одинаковые возможности. Для этого сегодня и губернатор Кубаня Венинович Кондратьев, и администрация много делают для того, чтобы была действительно возможность у людей с ограниченными возможностями занимать творчеством, спортом. Существуют программы «Комфортная среда», «Безбарьерная среда». Сегодня существует в районе программа, где у нас есть возможность поддерживать общественное объединение. Вы действительно люди, любящие жизнь, люди, которые цельные, настоящие, порядочные, которые готовы подставить плечо ближнему. Существует взаимовыручка, взаимоподдержка, и, наверное, это самое главное. Поэтому я желаю, конечно, всем вам крепкого-крепкого здоровья, желаю мира, добра, радости побольше. Ну, а мы будем рядом, чтобы вот все это то, что мы друг другу желаем, чтобы у нас все это получалось. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы делаете. За активное участие в работе районных общественных объединений, милосердие и поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудничество во многих социальных вопросах. Роман Сенеговский, активистам районного общества инвалидов, вручил благодарственные письма, подарки и цветы. Виноград Александр Петрович, член Славинского района общества Сенегов. Спасибо, пожалуйста. От имени Краевого общества инвалидов, собравшихся в зале, поприветствовала Елена Кошанина. Мы ежегодно отмечаем Международный день инвалидов. Как благородный повод привлечь внимание общественности всех жителей Кубани к проблемам, живущих среди нас людей с ограниченными возможностями. Активисты нашей районной организации обладают удивительной силой воли и, несмотря на болезнь, сохраняют радость жизни, ее добо и красоту. Многие из вас, превознемогая недуги и жизненные трудности, достигают успехов в общественной деятельности, в спорте, в творчестве, в труде. Подлинное уважение вызывает ваше умение сохранять жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь на поддержку родных, близких, а также соратников по обществу. За активную жизненную позицию и плодотворную работу председателю районного общества инвалидов Юрию Козюте было присвоено звание почетного члена Всероссийского общества инвалидов и медаль. Заслуженные награды в этот день получили и победители районного фестиваля творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия», благодаря которому люди с ограниченными возможностями здоровья могут проявить себя, продемонстрировать свои таланты, открыть новые перспективы для творчества. В 9.30 степени возрождается форум «Родные номера» руководитель Сергей Николаевич Качев. Славянская районная организация «Инвалидов». Завершилось торжественное мероприятие концертом, на котором выступили артисты городского Дома культуры, творческие коллективы общественных объединений социальной направленности, призеры районного фестиваля инвалидов «Мы есть у тебя, Россия». «Родная бумага, и небы верны, земля наша здесь, твои мы сыны, от бога и полны сердца и улыб, родная бумага, тобой мы горды». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».